В Москве 20 часов Жизнь прекрасна и удивительна Уже на Радио 13 Среда общения Восстание Среда общения Версия 2.0 Любимое шоу в новом формате Представляем вам мы Вера Вейс и Миша Кибер Шок Экшн Шок и экшн Среда общения Каждую среду в 20.00 На Радио 13 Добрый вечер, дорогие друзья Сегодня 29 февраля 20.00 по московскому времени Ну и собственно среда общения В эфире Радио 13 Друзья, сегодня уникальный день в истории В истории Четырех лет, да? Каждые четыре года у нас уникальный день Вот, а сегодня у нас в гостях Виталий Гибер Подожди, я вам плечу аплодисменты, мы сейчас поаплодируем всем Одевай наушники, Виталий, будешь слышать, как тебе аплодируют миллионы и миллионы радиослушателей записанных у нас вот так вот в программке Ну и, дорогие друзья, не сменные мы, Вера Вейс, Миша Кипер, будем сегодня разговаривать с Виталием Виталий, ну, собственно, с самого начала привет Да, всем здравствуйте Как настроение? Ой, очень классно, на самом деле, несмотря на все пробки, погоду и тому подобные вещи, на самом деле настроение очень классное Меня встретили позитивные ведущие, мне рассказали о том, что у них многомиллионная аудитория, чем меня порадует То есть я могу свои мысли донести до миллионов людей одновременно, это классно Отлично, тогда мы поделимся своими контактами Да, для того, чтобы, дорогие друзья, вы могли задавать те самые интересные вопросы, которые у вас возникают К Виталию, собственно, телефон в Москве 926 313-0013 Телефон в Санкт-Петербурге 812, код города 309-05-89 СМС-сообщение 4345 Номер В начале сообщения нужно написать Радио 13 Слитно русскими или английскими буквами Наша ICQ 413-13-75 Скайп и сайт радио13.ру Ну, естественно, твиттер, это радио13, нижнее подчеркнение.ру Отлично Да, правда, отлично Дорогие друзья, вот мы уже видим кучу всплывающих окошек, куча каких-то звоночков нам Поэтому, дорогие друзья, заходите на сайт радио13.ру Нажимайте кнопку смотри И наблюдайте за всем тем, что происходит в студии прямого эфира А уже многие так сделали И поэтому у нас ничего не работает Ну, мы радуемся этой позитивной атмосфере И вопрос тебе, Виталий Скажи, пожалуйста Ты сейчас после победы на знаменитом шоу Битвы экстрасенсов Ездишь по стране со своими семинарами Что интересного есть в твоих семинарах? Все мои семинары о том, что... Так, лучше, да? Так, так, я второй раз на радио Поэтому сейчас-час-час настроимся На самом деле, все, о чем я говорю на семинарах Это о том, что все способности есть у каждого человека Экстрасенсорика, телепатия, целительство и тому подобные вещи Это есть не особенных людей Маги, это не особенные люди Это люди, которые трудяги всего лишь больше-больше практикуют Медитации, молитвы и тому подобные вещи Поэтому на семинарах я вдохновляю людей Я помогаю им раскрыть способности в себе Моя философия построена таким образом Чтобы люди перестали бегать по экстрасенсам По гадалкам, по психологам А сами начали управлять своей жизнью осознанно И я даю определенные технологии, как это делать Вот и все Вот у меня родился вопрос, соответственно Который я задам сразу после музыкальной паузы Собственно, композицию, которая сейчас прозвучит Выбрал сам Виталий Виталий, вот пару слов о композиции Которая идет далее Это самая клевая композиция, которая есть сейчас Это сочинение мечты Потому что в ней огромная-огромная философия Именно о том, что все наши мечты реальны Главное поверить Верьте, люди Конечно, можно, Виталий Дорогие друзья Вот мы появились у вас Собственно, прямо сейчас Я говорю бред, потому что у меня сломались наушники Миша, давай, выручай меня Друзья, я хочу напомнить вам, что у вас очень много в видеочате И он очень быстро обновляется Но вопросы, которые вы мне присылаете Я обязательно в течение эфира задам Поэтому, дорогие друзья Если что, копипаст в помощь Копируйте, ставьте заново Миша любит читать одно и то же предложение Несколько сотен раз Чтобы понять Сейчас у нас звоночек И, собственно, давайте поприветствуем Алло, алло, здравствуйте Алло, здравствуйте А, присылайте, пожалуйста, как вас зовут? С какого города вы нам звоните? Меня зовут Ирина, я из Москвы Очень приятно, Ирина Очень приятно, Ирин Очень Ирина, какой у вас вопрос к Виталию? Здравствуйте, Виталий Здравствуйте Очень давно не стала с двоим пообщаться Класс Мечты сбываются И хотел вопрос задать Как вам удается всегда оставаться в таком Мечательном, отличном настроении? И бывают ли такие дни, когда грустно вам Или что-то не получается, что все против вас И как вы с этим боретесь? Очень интересно Хороший вопрос, спасибо большое На самом деле, по мере того, как я практикую медитацию Ежедневно это практикую Я вхожу во особое состояние сознания В котором пребываю об этом постоянно Это особое состояние сознания Или можно назвать глубокой медитацией Или состояние глубокой молитвы Неважно, как вы назовете одно и то же Но в этом состоянии Это состояние эйфории, радости Это дает тебе веру То, что у тебя в любом случае все получится И даже если на первый взгляд кажется Что весь мир против тебя На самом деле это всего лишь тайный план Вселенной Чтобы помочь тебе и в этом Поэтому я всегда советую не отчаиваться И ежедневная практика Молитесь, медитируйте Любите и просто Живите счастливо Виталий, у меня тогда вот вопрос Спасибо Ирина, спасибо вам большое Пока-пока До свидания У меня вопрос к добавлению вопроса Ты говоришь о том, что Собственно Такое позитивное и хорошее настроение у тебя Состояние глубокой медитации Получается, что состояние глубокой медитации В результате это состояние глубокого допинга Такого собственного Ну, можно назвать так Это естественная функция организма Когда ты входишь в состояние радости и эйфории То есть, в принципе, что делают наркоманы, алкоголики и тому подобные Пропаганда, дорогие друзья На радио 13 Нет, нет, нет Это люди делают Входят в транс, но не качественным путем То есть, они входят в состояние эйфории Но при этом тело их разрушается Я всегда советую входить в состояние еще ярче этих За счет молитвы, за счет медитации То есть, ты вскрываешь Те естественные функции организма Состояние радости, любви, счастья в себе И твое тело от этого еще больше исцеляется Наполняется силой Правильно я понимаю, что Если у тебя есть какие-нибудь болезни Или какой-нибудь недуг То при состоянии медитации, в которую ты входишь Ты в состоянии самоисцелиться Да, это естественная функция организма Саморегуляция, вот и все О, окей, если говорить о саморегуляции Почему мы тогда умираем? Во-первых, изначально, когда мы рождаемся В нас закладывают определенные программы Что человеку жить осталось Ну, вообще, в среднем, говорится какая-то цифра Ты уже запрограммирован Относительно, да И есть очень-очень много людей Кто именно практикует медитацию И потом вещи Но они уходят там в 80, 90, в 100 лет Но они чаще всего уходят осознанно То есть пришло время просто перейти на другой уровень А есть те, кто плохо себя ведут И не уходят осознанно? Бывают и такие, на самом деле Опять же, значит, не пришло время уйти И важно дополучить свои уроки на этой планете Вот и все Спасибо Мы сейчас говорим о нечто кармическом, да? Я правильно понимаю? Какая-то реинкарнация Что человеческая душа Или не человеческая Она была муравьем, а теперь человеческая Как-то вот перебегает или не перебегает Какие-то вот такие вот бега Туда-сюда, обратно И получают какой-то кармический опыт Мы об этом говорим? Ну, не совсем кармический опыт Но я всегда говорю о том, что мы всегда живем в нескольких реальностях То есть, когда мы здесь, мы в одной реальности Когда мы засыпаем, мы гуляем по другим реальностям Другим мирам Вот И можно делать это осознанно, неосознанно Я всегда предлагаю практиковать осознанность Чтобы управлять этим осознанно И когда ты умираешь и всю жизнь практиковал осознанно Ты можешь осознанно умереть То есть ты просто покидаешь свой костюм Есть физическая твоя оболочка, которая всего лишь здесь остается, а ты уже как часть сознания чего-то идешь так же гуляешь, как до этого гулял по снам. Мне вот интересно, просветленные люди осознанно часто это делают, оставляют свою оболочку, скажем так, раньше времени, потому что обычно свою оболочку мы неосознанно оставляем, вроде как время поджимает, и ты лежишь в больничке и думаешь, блин, еще пару лет в этой оболочке бы выходить. Видишь, люди просветленные, они просто не боятся смерти, они искренне и точно знают, что это всего лишь переход, я это называю всегда из жидкого состояния газообразное, почему мы, когда с ней снимаем костюм, какую-то свою одежду, мы по ней не плачем, мы просто всего лишь... Кто как, кто как, кто. Условно-женская тема. Но на самом деле это так, понимаешь, мы пришли в этот мир, мы одели некий костюм, который вырастили, и потом важно, когда он постарел, оставить его, вот и все, и не плакать по нему, просто идти дальше. То есть, грубо говоря, если близкие люди нас покидают, либо люди, которых мы хорошо знаем, не нужно их оплакивать? А какой в этом смысл? Всегда, сколько я анализирую, и я точно знаю на своем опыте, я терял близких, да, и много терял близких, самых родных. Мы всегда плачем не по ним, мы всегда подсознательно знаем то, что они уходят в лучший мир. Мы всегда плачем... Из-за жалости к себе. Да, мы эгоисты, мы всегда плачем то, что мне себя жалко без него. То, что мы не успели что-то договорить, что-то доделать, какие мы несчастные без них. Я с тобой соглашусь, но при этом эти люди наверняка планировали более ранний выход из своего костюма, назовем это так, да? Почему так происходит? Почему люди уходят? Когда сами не планируют. Всегда есть опыт души. Душа решила, села, сделала, вот и все. Поэтому, если даже ты не осознанно, ты всего лишь осознанно пытаешься удержать это все, ну, пришло время. Окей, а ты говоришь о моделировании будущего, в котором мы с вами можем формировать свою реальность, да? Ну, вот если... Я вот формирую свою реальность, а вот моя душа такая... Нет, я решила, у меня кармический опыт или не кармический. То есть, все-все, Вера, вот пару часов осталось на интервью с Виталем Гибердом и до свидания. Или как? Допрограммируешься. Аккуратнее думай, особенно в моем присутствии. Окей. Покраснела. Нет, серьезно. Я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле, всегда важно что-то моделировать и не привязываться, во-первых, к результату, тогда он быстрее сбудется, да? Важно хотеть и не хотеть одновременно. И всегда я привожу пример такой, то, что были ли когда-либо у вас искренние желания, да? И свершались они ровно тогда, когда вы просто забывали о них. То есть, вы их, ну, не осознанно, отпускали, сдавались, да? Я всегда предлагаю просто не привязываться изначально к ним, и тогда они будут реализовываться раньше, ну, сами собой. А по поводу того, что вот ты намоделировал себе долгую жизнь, да, а тут пришло время уйти, так, ну, пришло время уйти. Ты все свои программы выполнишь в других измерениях, и там время течет по-другому, и это будет все быстрее и эффективнее. Нас слушают миллионы, и... И у меня появился вопрос, прямо перед миллионами, вот буквально, да, еще один. Ты говоришь о том, что мы переходим в другое измерение. То есть, получается, мы не возвращаемся на эту землю вновь в новом обличии? Нет, почему? Мы периодически возвращаемся. Просто мы такие существа, которые гуляют постоянно по реальностям. Ты когда засыпаешь, ты постоянно гуляешь в нескольких реальностях. Ты просто... Это так и есть, понимаешь? То же самое, что сон, это, по сути, смерть. Условно, да, то есть маленькая. То есть, после смерти происходит то же самое. Ты гуляешь по различным реальностям, также получаешь опыт, потом приходит время вернуться опять в физическое тело, получить опыт физического тела. Вот и все. Окей, ну, пока не прозвенел какой-нибудь такой важный, да, тревожный звоночек, который обычно будет у нас по утрам, а мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Среда общения Среда общения, версия 2.0 Любимое шоу в новом формате. Представляем вам мы, Вера Веевс и Миша Кибер. Среда общения 20.00 на Радио 13 Привет, гибертяне! Мы договорились об этом за кадром, но, дорогие друзья, мы к вам вернулись. И почему мы называем их гибертянами? Давай ответим. Наверное, потому что Виталия... Поклонники... Созвучная фамилия. Может быть. Может быть такое. Похоже на бурбок, да? Но на самом деле, Виталий, как ты относишься к тому, что твои поклонники в социальной сети, которые образовали микросоциум такой, да, как группу в социальной сети ВКонтакте, называют себя гибертянами и название страны они долго там решали. Я готовилась к эфиру, я просматривала всю информацию, они долго решали, как назвать, но вот, к сожалению, пока гибертленда не появилась... Гиберт-таун. 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 Виталь. Я краснею. Гиберт-таун. 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 И это очень классно, то что Тысячи людей Одной идеей Одной идеей тобой, в смысле? Нет, я не к себе Я на самом деле к себе очень просто отношусь Нет, именно меня радует в любом случае То, что они все вместе Помогают друг другу, наслаждаются друг другом Радуют друг друга с любовью Вот это меня радует Так вот, я продолжу вопрос о миллионах Точнее, факт Факт того, что нас слушают миллионы Вопрос был такой В трех словах Что такое медитация и как ее осуществлять Вопрос задали я в видеочате И главное жесткий вопрос, в трех словах Четкий регламент Я на Б Ну ладно, мы с доброй руки Конечно можно, не в трех словах На самом деле медитация Это их всевозможное количество Но Что это для меня Это осознанный вход Состояние влюбленности И безусловного счастья Влюбленности во что? В этот мир? Просто влюбленности Настоящая любовь Она безусловна Это нужно не любить что-то конкретно А просто это состояние И каждый его испытывал На самом деле Ну, так или иначе И если каждый его просто вспомнит Вот эту эйфорию, радость Вот это безусловное счастье и любовь Это уже есть медитация Если он будет ежедневно Осознанно входить в это состояние Хотя бы на 5 минут Утром Ну, каждое утро Поверьте Его реальность сама собой Будет меняться в сторону счастья Любви Он будет просто ходить и улыбаться Он будет своей улыбкой Заряжать Заражать других людей И это будет здорово То есть это Позитивная зараза Будет распространяться по всему миру И все будет ходить и улыбаться Раз уж мы заговорили Как собственно так Помедитировать-то безусловно? Что ты вкладываешь в это? Что нужно сделать, чтобы медитировать Безусловной любовью Или вот, насколько я поняла Испытывая безусловную любовь Ну, ко всему, да? Совсем-совсем ко всему Ну... С какими мыслями? Может быть, под какую музыку? Как вообще происходит процесс медитации? На самом деле все очень индивидуально Кто-то кому-то очень удобно под музыку Кому-то удобно сконцентрироваться на своем дыхании Кому-то удобно лежа Кому-то сидя, да? Это все не важно Это всего лишь внешняя форма Основная суть этого Именно вспомнить И прочувствовать В моменте здесь и сейчас Состояние любви К самому себе К миру И просто На момент потерять себя как личность А стать любовью Вот это вот классно И... Как стать любовью, Виталий? Я на Б спрашиваю Как наконец стать любовью? Я вот все верой-верой хожу Может, в паспорте им поменяют? Да нет, тебе просто нужно двух подруг найти И все Надю и Любову Имею! В наличии Хотите осчастливить людей На самом деле В словах очень нелегко передать Это состояние Как ты можешь состояние описать словами? Я могу его передать Это состояние, да? И в принципе Когда я сейчас Я работаю Я в этом состоянии И те, кто более чувствительны Они улавливают это даже через радио Вот, поэтому А ты сейчас работаешь? Ты говоришь, когда я работаю? А я всегда работаю Когда я общаюсь с людьми То есть я Этот позитив Эту любовь Я через себя пропускаю И... Не важно Это телеэфир Это радиоэфир Или просто Я вхожу в медитацию Желаю счастья И наполняю весь мир любовью Я Это транслирую на весь мир Вот и все Отлично А вот Допустим Я знаю, что на семинаре Есть такой момент Когда человек выходит И Происходит Медитация Правильно? Ну, ты наполняешь Ты помогаешь ему, программируешь Есть такое? Ты немножко Сам-то не был на семинаре, да? Пока нет Да, постановка Не было, не было Просто я рассказываю, что такое моделирование И я просто одного человека из зала вытаскиваю для того, чтобы на его примере Очень ярко и четко показать, что это такое Как это делается Я при этом не погружаю его в состояние Я всего лишь прошу его самому войти в это состояние То есть вся цель Должна быть Цель моего учения Не зацикливаться на мне Не зацикливаться на других учителях На Там Экстрасенсах Психологах А раскрывать это в себе Это есть в каждом из нас Но Однако ты даешь какую-то информацию А как людям Брать информацию Ну Изнутри Да? Инсайт А как это делать? Все равно нужно Ходить к каким-то людям Читать какую-то литературу Не обязательно На самом деле Если вы научитесь именно Медитировать Любую брать молитву Именно искренне обращаться К внутренней своей сущности К внутреннему богу То Ответы рано или поздно начнут приходить Не сразу Не за раз Да там Сел я сейчас Все Нет Это ежедневная практика Это ежедневная договоренность От своего внешнего Создания К своему внутреннему существу Найти этот коннект Стать единым целым Тогда ты сможешь Эффективно задавать вопросы Внутрь И так же Оттуда их получать А как вот просто Берешь и задаешь вопрос Извините, Михаил Помеха справа Михаил передаю Пальму перст Мне задавай вопрос Потом я свой задам Вот вопрос как раз Про семинар Уточняющий Человек стоит рядом Может произойти все что угодно Ну в плане Он может разнервничаться И не войти в то состояние А потом после семинара Он будет на протяжении Долгого времени Ждать результата А он там нервничал Нет, нет, нет Тут фишка в чем Тут же Я всегда говорю То что это всего лишь Тренировочный материал Это тренировочный Семинар Это тренировочная площадка Есть набор Знаний Которые я говорю устно И практика Тут же Да Закрепляем эту практику Вот И самое главное Что я говорю То что мы здесь научились На семинаре Мы уходим с этим домой И ежедневная практика То есть ты когда приходишь В спортзал Ты раз поднял штангу Тебе же Ну Будет очень нелегко А если ты будешь Это делать ежедневно Ты будешь Любые веса Со временем тягать То же самое и здесь Я всегда называю так То что Есть Некие астральные мышцы Это там Экстрасенсорик Оцелительственные То есть я так это условно называю Астральные мышцы Да Которые просто Со временем Они стали очень худые И слабенькие Все что нужно делать Это ежедневная практика Их развивать Они становятся крепкими Сильными Но практика 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 Вот и все Ты говоришь со временем Быту мнение Что ребенок В момент рождения Обладает всеми Такого рода способностями Однако со временем Путем ограниченных убеждений И загоном фрейма Да людей Так это происходит На самом деле да Каждый ребенок Он рождается уже просветленным Уже с очень сильной интуицией С целительными способностями Он уже безусловно любит мир Безусловно счастлив Он радуется постоянно Всему Вообще Перед ним открыт весь мир И с возрастом Он это теряет Только благодаря Неправильному воспитанию родителей Потому что На него вешают Кучу-кучу Ограниченных убеждений Ярлыков Ему говорят Что можно Что нельзя Как устроен мир Его постоянно фиксируют Блокируют Вот В некую шкарлупу Погружает Из его якобы знания Об этом мире И я всегда привожу пример То что это всегда похоже Как Ребенок рождается Большой чистой рекой Все что делают родители Потом какое-то обучение Тот или иной социум Это ставят плотины Все что нужно сделать Это снять эти ограниченные убеждения Эти плотины И река снова станет Большой и чистой То есть если не будет Ну образно Как я понял Если не будет детского сада Школы Нет Я стану большой Чистой рекой Совсем так Даже если ты ходишь в садик Вопрос как ты воспринимаешь Эту информацию Да Я всегда просто советую Именно Воспитывать своих детей Давать им максимально Получить свой опыт То есть Не говорите ему Что и как делать Да Родители якобы знают Что для нас лучше Да Хотя Всегда вопрос такой Вам 40-50 А вы то и счастливы Чему вы меня сейчас учите Чтобы я в 40-50 был такой Тяжело было твоим родителям У меня Осознанным мальчиком Просто давал вопросы Ну ты знаешь Я Если честно Я Когда был маленький Я врал Я понимал Что эти слова Их обидят И я им Это было у меня в душе Это был диалог С самим собой Я этого Им начал говорить Только когда вырос А креп На самом деле Мама не стала И С папой мы уже договорились Ну просто На самом деле Люди Дети играют В определенные игры Со своими родителями С социумом Только потому что Очень уважают их И не хотят их обидеть Взрослые не готовы Принять правду Такую какую есть Им начинают брать Вот и все Дорогие друзья Ну а мы не врем Мы продолжаем Общаться с Виталием Сразу после Короткой музыкальной паузы Шок Экшен А что еще? Шок И экшен Среда общения На радио 13 Яблочное варенье Институт самоискушения Хорошее настроение Среда общения Среда общения Версия 2.0 Вот дорогие друзья Мы появились Послушали замечательную музыку На волнах радио 13 И снова мы В обновленном составе Вервис Виталий Гиберт Мишу Гибер Мы выгнали Вот Не все у нас Безусловно любви Ну конечно Это страничка юмора Не смешна от меня Ну и продолжаем Виталий Хочется задать вопрос Ты говоришь о том Что мы в жизни Путешествуем По нескольким реальностям Сон Собственно Та жизнь Которую мы видим Есть еще какие-то реальности Или их две На самом деле Даже ту реальность Которую мы осознаем Якобы Как устоявшуюся То есть Это повседневная наша жизнь Она состоит Из тысячи миров Реальностей Из которых мы Постоянно скачем В принципе Когда ты Что-то моделируешь В своем будущем Ты создаешь Некий коннект Между тем Где ты сейчас находишься И некой реальностью Где это уже есть Вот и все Ты имеешь в виду Какое-то пространство вариантов Да? Это не совсем пространство вариантов Это всегда будущее И вообще не существует Есть теория То что там Много-много-много вариантов Да Я с ней частично согласен Но лишь потому Что будущего Не существует совершенно Оно существует Просто как Единая энергомасса Из которой мы Своими мыслями Формируем некий образ Который потом Приходим Да То есть И в моменте Здесь и сейчас Когда мы находимся Постоянно наши Все миры Миры переплетаются Да И вот За счет Того что Ну Есть логическое Мышление Оно не позволяет Тебе осознавать То что ты Скочишь Из одного мира В другой Окей А вот Если говорить Что будущее Это некая Энергомасса То каким образом На том шоу После которого Ты стал известен Да На битве экстрасенсов Ну вообще Люди узнают Как это будущее Там Гадать Не гадать Предсказать Не предсказать Смоделировать Не смоделировать Как это происходит Каким образом Есть теория о том Что время вообще Статично Да Оно как кинопленка Когда мы Сами начинаем двигать Оно движется Есть прошлое Настоящее будущее А в противном случае Времени просто нет Да Видишь Я никогда Не на телепроекте И вообще Да В жизни Я никогда Не предсказывал Будущего Я всегда Предлагал Вот Лучше смоделировать Это намного Эффективнее Потому что Те люди Которые видят Будущее Они могут видеть Один из вариантов Да Одну из реальностей И чаще всего Говорит Одну реальность Да Та реальность Которая он На данный момент Движется Но Есть одно Очень огромное Но Когда ты человеку Говоришь об этом варианте Он может расслабиться И уйти Сам себя свести С этого маршрута Пойти другим путем Потом Конечно Тебя обвинит Ему так будет удобно Но Все Что я говорю Это всегда Лучше Лучше всего Это создавать будущее Таким Какое ты хочешь Ты сам знаешь Чего ты хочешь Есть определенные технологии Да Которые открыты Сейчас вообще Во всем мире Да И это просто Очень просто Управлять своими мыслями И твоя жизнь Ну Будет такой Какой ты хочешь И Тогда тебе не нужно Считывать будущее Ты всегда знаешь Какое оно Ведь ты Творец Своего счастья Своего будущего Своей жизни Ты сам знаешь Что у тебя ждет Дорогие друзья Во втором части Нашего шоу Мы обязательно поговорим Как же создать И смоделировать Это самое чистое намерение Безусловной любви Но сейчас От всей радиостанции От всей студии Радио 13 Мы передаем привет Замечательному человеку Потрясающему мужчине Павлу Бабичеву Стоим композицию Мишаня Объяви Подкати Посмотри Как композиция Называется А это Слушайте На радио 13 В ритме ночной жизни Они умудряются Побывать везде Их задача Увидеть все Своими глазами Рассказать об интересном О самых-самых Привезти в студию Радио 13 Только для вас Каждый четверг В 8 вечера Кира Лакутина И Наиль Аминов Шаг вперед На радио 13 Улетное вдохновение Период совокупления Сексуальное настроение Средообщение Средообщение Каждую среду В 20.00 Друзья мои Мы подключились Снова к вам И у нас В гостях Виталий Гиберт А вот Вы все просите Напомнить вам Контакты Мы это прямо сейчас Сделаем Телефон в Москве Котгород 926-313-0013 Телефон в Санкт-Петербурге 812 Котгорода 309-05-89 Это смс О Телефон в Санкт-Петербурге Да, в Санкт-Петербурге Ну а смс-портал 4345 Это тот короткий номер На который вы отправляете Свои сообщения В начале которых Не забывайте помечать Радио 13 Слитно Отлично ICQ 413-13-75 Отличный ICQ Отличный Отличный Skype Radio13.ru И есть видеочат Radio13.ru Заходите И смотрим Собственно Нажав кнопку И смотрим И смотрим Да, смотри У меня куча вопросов Если Да, дорогие друзья Хочется отметить тот момент Что когда мы говорили о том Что видеочат часто обновляется И мы не можем Уследить за всем вопросом Их нужно копировать И переправлять Имелось ввиду Что разрыв между ними Будет больше Чем доли секунды Поэтому пожалуйста Не отправляйте Каждые 30 секунд Мы видим Мы видим А у Михаила Уже в глазах рябит Поэтому не злите Вот такой интересный вопрос От Мидори И дальше Цифры Виталий А вы бы не хотели Написать книгу Хороший очень вопрос Я считаю то, что Книга должна просто родиться То есть Ее не нужно стидеть Мутить себя писать Когда она просто придет Из души Из глубины души Она просто Выйдет свет Вот и все Но пока тебе То есть придется Себя помучить чуть-чуть Да? Она пока вот Не вдохновляется Почему сейчас не пишешь? Она просто родится Вот и все Ну вот как прям Вот так вот берешь 300 страниц Вот спишь ночью Спишь Просыпаешься 300 страниц Чистого текста напечатанного Да, вот Как это у женщин происходит? Да ты как Стенографистка прям Забацаешь Не, на самом деле Всему свое время И в планах есть Написать книгу Именно потому, что Это сразу охватывает Миллионы-миллионы людей Миллионы-миллионы людей Смогут вдохновиться На то, чтобы Самим развиваться Самим управлять Своей жизнью Самим Моделировать Свою жизнь Проверять своими мыслями Эмоциями Чувствами И просто быть счастливыми Отлично Также на смс Портал 4345 Радио 13 В начале Русскими и английскими буквами Приходят сообщения Будет ли конец света Спрашивают О, да Любимый Не предупредила Я тебя, что не надо Этот вопрос задавать Конец света Он просто два раза пришел Вот Это любимый вопрос Который на семинарах И Люди беспокоятся За свое будущее Виталий Да Беспокоятся Само собой Да Моя нагадача А вот я переформулирую вопрос Чем больше людей Сформулируют Смоделируют Что будет конец света Он будет Верно? Не совсем на самом деле Фишка в том, что У мира есть свой кармический долг Душа Да, нет, нет Не в этом дело на самом деле Дело в том, что Есть сейчас квантовый переход Который уже идет По ощущениям Года три последние То есть наша мысль Становится материальной быстрее Частота энергии повышается Она становится Быстрее Сильнее Мощнее Поэтому наши мысли Становятся материальные Это плюс, да? Конец света Наступит Только для тех Которого в прошлое время Так что я предлагаю На самом деле Во-первых Жить здесь сейчас Не париться Что будет в декабре Нам вешают какую-то лапшу Насчет этого Это будет в декабре Почему нас сейчас Должно парить Декабрь Сейчас есть момент настоящий Который уникален по-своему Его нужно прожить здесь сейчас С радостью С любовью Самое главное Если хотите что-то сказать Своим близким Родным Друзьям Сейчас Сделайте это прямо сейчас Расскажите о том Как вы их любите О том Как вы цените их Не теряйте этот момент Катагализмы будут Но я говорю Уйдут ровно те Кто не готов Просто к квантовому переходу Кто не готов Воспринимать мир Более глубоко С сердцем С любовью Но это не страшно Это всего лишь Я уже говорил Смерть Это не повод переживать Это всего лишь Снял костюм Пошел дальше Самое главное Помоги мне Помоги мне Осознать самому Как мне идти Самому по своему пути Уже люди становятся Более осознанны Сами по себе Им интересно Уже не помощь К счастью Кого-то А именно Как самому Устроить свою реальность В сторону счастья Они понимают Каждый сам кузнец Своего счастья И это уже говорит Об огромной особенности И духовном развитии В умах человечества Отлично Продолжайте писать Сообщение на 4 3 4 5 А у нас звонок Алло Здравствуйте Добрый вечер Представьтесь пожалуйста Как вас зовут Меня зовут Яна Я из Риги Звоню в Латвию О Далеко Я очень рада Москвичек Виталий Слышишь Очень-очень И такой вопрос Приятели к вам К нам В Латвию В Ригу С вашими семинарами Спасибо за хороший вопрос На самом деле У нас есть в планах Европа У нас есть в планах Америка Единственное то что С первоочередной Мы сейчас охватываем Россию Максимально сколько можем Делаем и благотворительные семинары И такие семинары И в скором времени Мы будем в Европе По крайней мере К лету Я думаю что Вы меня увидите в Латвии Не переживайте Большое большое спасибо Передаем привет Риге Пока-пока Пока Дорогие друзья Сейчас нам нужно будет прерваться Для того чтобы встретиться уже в следующем часе Уже на радио 13 Среда общения Восстание Среда общения Версия 2.0 Любимое шоу в новом формате Представляем вам мы Вера Веес И Миша Кибер Шок Экшн Шок и экшн Среда общения Каждую среду В 20.00 На радио 13 21 час Точная московская Радио 13 3W Радио 13 Точка 13 Жизнь прекрасна И удивительна Шок Экшн А что еще? Шок И экшн Среда общения На радио 13 Дорогие друзья 21.00 По московскому времени Мы приветствуем всех Кто только что к нам присоединился Ну и кто слушает нас Весь предыдущий час Так приятно к вам вернуться Как-то ты так сказал Вот ты умираешь В последний раз Дорогие друзья В студии Миша Кибер Вера Вейс И гость Нашей программы Виталий Кибер Победитель 11 Битвы экстрасенсов Вот про Битву экстрасенсов Битву экстрасенсов Это здорово скажешь Виталий Расскажи нам про битву экстрасенсов Что конкретно интересует Кухня Кухня битвы экстрасенсов Да И тяжело ли было сражаться С теми соперниками Ты знаешь Я ни с кем не сражался Я пришел на битву Работать самим собой Для меня это был кардинальный опыт Еще больше Еще сильнее концентрации Уход внутрь себя Потому что поначалу Когда я пришел Меня парили камеры Мне парили софиты Какие-то люди незнакомые мне И поэтому я много ошибался Во мере того Как я шел По проекту Концентрация усилилась Я все глубже Уходил в себя За ответами И меньше обращал Внимание на все внешнее Это дало мне Огромную-огромную силу Это практика Это опыт Я ни с кем не соревновался Победа как приложение Ко всему Ты знаешь Я пришел уже Я во-первых Моделировал свою победу заранее И я пришел С ощущением То что я победитель 11-й битвы И все что мне нужно было делать Это каждый раз Идти на испытания С ощущением Что я победитель 11-й битвы Я так моделировал Свою жизнь Свой выигрыш Вот и все Поэтому я шел Не как Участник Участник Я шел как победитель Окей Но говорили Из-за того что Большой отрыв был По голосованию За тебя За твою кандидатуру В качестве победителя Но очень многие Взъелись на тебя Твоих коллег Или соперников Сам называй их Как хочешь Как ты думаешь Почему это произошло И почему до сих пор Собственно шипят На самом деле Каждый просто Показывает свое Истинное лицо Кто-то просто Не умеет проигрывать И я советую Всего лишь Заняться своей жизнью Научиться так же Хорошо создавать Моделировать И тогда у вас Будет все хорошо И получаться Поэтому не завидуйте Развивайтесь Ну вообще Битва экстрасенсов Хороший проект Но вот Стоящий Ты знаешь На самом деле Я рассобралась Каждый его воспринимает По-своему Когда я смотрел Все 10 сезонов До моего Я реально смотрел Каждый сезон Все-все-все серии То есть ты фанат Битвы экстрасенсов Я не фанат Я не фанатик Сезон чего-то Мне просто нравилось Это делать Это меня вдохновляло Эти люди Меня вдохновляли На то Что эти способности Есть и у меня Понимаешь И я еще больше Шел развиваться Меня это реально вдохновляло Кто-то это воспринимает Знаешь Как Опять же От тебя зависит Кто-то Есть боги И вот к ним надо ходить Я не призываю к этому Я все-таки Призываю людей Чтобы они смотрели Именно битвы экстрасенсов Как Что-то Что их будет вдохновлять Для собственного развития Слушай Ну вот В предыдущих битвах Все участники Имеют некую атрибутику Начиная от свечей Заканчивая четками Еще различными Всякими Трупиками Не трупиками Животных Неживотных А ты Не имел подобного рода Аксессуаров 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 Да Почему Не вдохновили они тебя на это Или вот Как тебе удалось Вот без этого Понимаешь А фишка в чем Я когда начинал свой путь Да И я пробовал очень много чего На пути Различных практик Различных Духовных учений Религий И тому подобное И перед нами В определенный момент Стал выбор Да Или идти таким путем Каким-то Бубном С ножом бегать Или еще с чем-то Да Я понял что Это путь привязанности То есть К бубну Нет Я в хорошем смысле слова Слушай пожалуйста Это путь привязанности Из-за того что Это им дает силу То есть Они без бубна Никто А для меня Очень важно Что если я даже Остался в лесу В пещере Или где-либо Эти способности Всегда со мной Я всегда Выйду Из леса Я всегда Найду себе пропитание Я всегда буду просто Ну По крайней мере В гармонии С самим собой Не подамся панике Вот в чем вопрос А если вдруг Не дай бог У этого человека Отобрать бубен Или еще что-то Да Магический инструмент Все Как работать Как работать Без карт То есть Для меня Именно важно Не привязываться Ни к чему И вся философия Построена на том Что Не тебе что-то Дает силу А ты раскрываешь Эту силу В себе И ты Возможно Можешь наделять Способностями Предметы вокруг Вот это все Как делают Маленькие дети А вот Моделируя победу В битве экстрасенсов Было ли в моделировании Большое количество Поклонников Было небольшое количество Поклонников То есть Я не гоню за поклонниками Для меня было важно Когда я моделировал Победу Именно показать Большой отрыв Именно тот отрыв Который был Потому что Тогда Это Вдохновение Ну то есть Это реально Человек Который Реально Каким-то образом Управляет Своими мыслями Он реально Создает свое будущее Я вдохновляю Этим своим примером Потому что Я понял то Что вдохновляю Только личный пример Сам представь Я просто Когда ходил на различные Бизнес-тренинги Еще там 3-4 года назад Это была часть Моего развития Я приходил И человек В рваных кроссовках Одет как Бомж Рассказывает Сейчас я вас научу Как зарабатывать деньги Ну О чем То есть Сразу не возникает У тебя доверия Он не является Для тебя личным примером А когда ты сам Счастлив Когда ты сам Искренне Открыть С любовью Когда ты умеешь Управлять И моделировать Что-то Получать желаемое Ты можешь об этом говорить Ты являешься Просто примером А вот после битвы Экстрасенсов Ты получил Некую популярность Она тебе сейчас не мешает? Ты знаешь Ко мне подходят Песные люди Невозможно Там поесть в ресторане Сходить в кино Ну Без общения Еще с кем-то Но я давно Для себя Решил Что Это часть моей жизни И я к этому Отношусь Очень просто И спокойно Это не выбивает Меня из колеи Это меня не парит Да Но хочется Человеку Немножко внимания Я Ну Или могу вежливо Отказать Сфотографироваться Ну То что ему нужно Да Меня это не парит Я К этому Очень просто И спокойно отношусь Просто Я очень Такой Как я был До битвы И сейчас Такой же простой парень Понятно А Просто у многих Свои проблемы Они все Тебе их высказывают И Михаил Наверное Возник этот вопрос Потому что Теперь и Михаил Я их высказываю Да Само собой Но просто Я вежливо Объясняю При встрече Что извините Но Не те обстоятельства Чтобы я вам здесь помог Да И там Приглашали на семинар Или говорю Как им самим Справиться с этой проблемой Вот и все Дорогие друзья Вернемся И будем задавать еще Много интересных вопросов В том числе от вас Так что пишите Среда общения Среда общения Версия 2.0 Любимое шоу в новом формате Представляем вам мы Вера Вейс И Миша Кибер Среда общения 20.00 На радио 13 Дорогие друзья Мы тут отлично Правое время Под отличную музыку И У нас Все так же Стоит большое количество вопросов Как у нас Так и у вас Судя потому что Нас все убегает Ну а пока Миша Узнает Фактически Как личный психоаналитик Что же происходит В жизни у людей Пока все плохо Виталий у меня такой вопрос Ты говорил о том Что на битву экстрасенсу Ты пришел с пониманием И уже знанием То что ты победитель Однако ты говоришь Что нельзя моделировать результат Но ведь победы есть результат Как ты моделировал? Подожди Я ни разу не говорил Что нельзя моделировать Ты говоришь Нельзя концентрироваться на результате Привязываться к нему А Это две разные вещи Я был готов проиграть Я был готов каждый раз Когда был конверт Каждый раз был готов уйти Именно Я просто шел на испытания И заражал людей вокруг То что я победитель Вот и все Я это излучал из себя Вот и все Но я при этом Я был не привязан к этому Я был реально готов Ну проиграть Занять там В любое место Там уйти Десятый например Да? Готов был? Ты знаешь Или вот эго все-таки Ну так или иначе Эго еще присутствует И было бы наверное Не самое желательное Но я готов был Я реально каждый раз Когда объявляю черный конверт Я Ну Ну пора Ну и все Это на самом деле было так Оп А я в белом А я в белом Что это значит? Вообще много по-моему Белых конвертов получило Да? Белые конверты Это значит Лучший экстракт Ну там была Конкуренция с Викторией То есть То она белая То даже пару раз Было по-моему Что мы одновременно Были в белом Ну вот поклонники Как раз Виктории Очень сильно Ругаются Как ты думаешь Это потому что Их любимица не выиграла? Ну я думаю да Это по-моему Вполне объяснимо Окей Было бы тяжелее Если бы она выиграла И мои поклонницы Ругаются Что есть То есть Дорогие друзья Не боюсь Это слово гибертяне Не копируйте По 100 сообщений Пожалуйста Мы видим ваши вопросы Обязательно Их зададим Вот на смс В портал пришли вопросы Можно ли смоделировать Беременность? Хороший вопрос Потому что Это когда Я тебе говорил О том что Я каждый раз На семинаре Вызываю кота на сцену И предлагаю На нем показать Это чаще всего Очень яркий Четкий пример Это Женщины Которым ставят Диагноз бесплодие Вот И Все реально Я считаю То что Не верьте никому Чтобы вам не говорили Верьте в чудеса Я искренне верю В чудеса И именно поэтому Вот Даже есть такой пример Да В одной серии Битвикстрасенсов Женщина Потеряла своего ребенка Да И потом у нее вообще был Ставили бесплодие И мы На экран мы моделировали Беременность И сейчас Она беременна Я думаю Это достойно Аплодисментов Это 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 Ко мне Аплодисменты Нет Это К ее моделированию Это К ее моделированию И к ее вере в Бога Это только Это только с Божьей помощью И Только с его силой А нужно верить все-таки в Бога Или в свои силы Или как-то в скопе Как это нужно Это в скопе всегда Ты на самом деле Ты и есть часть Бога Вот чем фишка Окей А вот В этом есть Типа подробнее Мы частички Бога на земле Или сама земля Частичка Бога Что Мы все-все, что ты видишь Все, что тебя окружает Микрофоны Сейчас компьютер Люди Все состоят из одного И того же Из божественной энергии И квантовая физика Сейчас об этом Спокойно доказывает То есть Берут очень яркий Самый сильный микроскоп Да Смурят И нет никакой разницы Между тобой Мною, столом, диваном Никакой Мы все состоим Из одного Из божественной энергии Мы все часть Бога Все Якобы Недоуществленные предметы На самом деле Они тоже обладают Сознанием Просто другой частоты Вот и все Отлично Чтобы были не только вопросы Вот пишет Виталий Очень позитивный человек Почувствовал это на семинаре В Казани Было здорово Схема по моделированию Будущего Действительно, друзья Работает Спасибо Красава Самое главное Я всегда советую людям Те, кто был на семинаре Или просто Они интуитивно моделируют Всегда отписывались На форумах Потому что Одно дело Когда я говорю Всегда будут люди Которые говорят Что он особенный У него получается Всегда я советую людям Делиться своим опытом Рассказывать о своих победах Чтобы вдохновлять Тем самым Своим примером Других людей На свершение Отлично А вот еще вопрос Попросите рассказать Какие он использовал техники Просим рассказать Какие вы использовали техники Виталии Отключение внутреннего диалога Никаких Отлично Вопросы пока кончат Меня отключили У меня вопрос Виталий Расскажи пожалуйста Вот прям На каком-нибудь Конкретном примере Как моделировать будущее Что представлять О чем думать Как видеть Как намерение Вот как создается Это чистое намерение И В какой момент Можно понимать Что Время Вот это статичное время Будет уменьшаться До Формата желаемого Ну то есть Грубо говоря Я хочу там что-то Сейчас Если я начну это делать Это будет через год Но как сделать так Чтобы побыстрее Потом в последствии Я услышал тебя Хорошо Хороший вопрос Давай на тебе У тебя есть какое-то желание Готовы? Много Много Какое-то небольшое Готовы просто Это как тренировочный материал Мы его в прямом эфире Только которая для тебя Не очень важная Потому что Есть фишка одна Потом я не изучу У меня не желание Не у меня много желаний Но они все на уровне того Что это вот прям вот Взять Исполнить Я не знаю Мне кажется это вот Так что не исполняешься Ну не Я исполню обязательно Я просто задаю вопрос Потому что нашим радиослушателям Может быть интересно Михаил У вас наверняка Есть какое-нибудь желание Его надо вслух назвать? Ну да Да А как мы будем на примере Это делать? Только которая Чтобы потом тебе не жалко Что она не осуществится Аааа Хорошо Я хочу Аааа Не знаю Планшет Хочу А окей У тебя есть планшет Я хочу второй Аааа Закрываешь глаза Очень ярко Очень четко Представляешь Как ты его берешь Сейчас в руки Как ты чувствуешь Его сенсорную панель Ты ее ощущаешь Вне зависимости Нет какой логики Логически Сейчас сразу приходят мысли О том что Этого сейчас в руках Нет Ты отключаешь эти мысли И ты входишь Во внутренний опыт Во внутреннюю реальность Где планшет Сейчас существует Посмотри Какая фирма Какие эмоции Она у тебя вызывает Какие ощущения Ощущения радости То что Да Наконец Мой планшет В руках Ощущение кайфа От этого И очень ярко Очень четко Это представляй Прямо До физических ощущений Вот так это работает Очень ярко Надо Очень четко Представить Что ты этим обладаешь Здесь сейчас Не когда-то в будущем Иначе это так и останется В твоем будущем А здесь Сейчас Ты этим обладаешь Самое главное Почему я спрашивал Готов ты То что это не сбудется Потому что Нельзя в своем желании Рассказывать Есть некое количество Энергии Которое Ты можешь направить На это желание Чтобы оно реализовалось И чаще всего Люди К сожалению Вместо того Чтобы направить Энергию На реализацию Своего желания Распыляют ее По друзьям Не является ли это Ограничивающим убеждением Вот если бы я считала Что у меня энергия Прямо Энергия 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 И я хоть всему миру Хоть сейчас на радио 13 Озвучу свое желание Однако все равно Оно избудется И исполнится Потому что И другую направлую Туда У меня Искренне В моих убеждениях Что энергий Безграничное множество Но Я просто заметил Такую вещь Что Когда Ты кому-то Ну много-много Распыляешься об этом Ты не концентрируешься В этот момент На своей цели Ты Больше всего Хвастаешься И языком чешешь И поэтому Чисто из-за этого Это не сбывается Ну вот и все И самое главное Что нужно еще делать Практиковать это Минут по 5 всего В день Очень четко Очень ярко Представить В моменте здесь Сейчас Да Дня 3-4 представляешь И забываешь об этом То есть О чем я говорил Когда ты сдаешься Да И твое желание Тебе возвращается То есть Ну Через 4 дня Перестаешь о нем думать Загадываешь новое желание И все И просто Ждешь месяц буквально И Виталий С тобой позволили Мне хочется взять обратную связь А Мы с Виталием Имели честь Наблюдать Как ты закрытыми глазами Улыбаешься А Был ли какое-то Вот внутреннее Такое ощущение подъема Когда ты держал Этот планшет Всем известной фирмы В руках Жалко что нельзя Назвать фирму Ну нет Не надо Могу я это сделать Я даже Естественно Да Понял А что мама Вот сейчас Я Да Ну я улыбался Потому что Я действительно Представил тот планшет И Я очень четко В моменты Когда Нужно было Представлять Какие-то конкретные вещи Да Я их представил Наиболее четче Чтобы для чистоты Эксперимента И я прям Доставка приехала Я побегу На самом деле Если ты будешь делать Дома 3-4 дня подряд Да И потом отпустишь Своё желание Очень большая вероятность Что у нас будет А как отпустить Вот наверняка Многие мучаются А как вот эту важность Отпускай Потому что Вот ты столько сил вложил Вот это нужно Вот он планшет Я согласен Это самая большая трудность Которая сталкивался я На своем пути Да Я всегда предлагаю Во-первых Начинать с маленьких желаний Для тебя вообще незначимых Совершенно незначимых Кардинально Да То есть я всегда тренировался На маршрут Как тренировка Да То есть это опыт Это тренировка Непривязанности И веры в чудо То что это возможно Да Когда ты У тебя получилось На маленьких чудесах Ты можешь переходить К средним и к большим Это во-первых Во-вторых Я говорю Четыре дня практикуем Переходим к следующему Желанию У тебя просто не возникнет У тебя будет новое желание Которым ты будешь На четыре дня вдохновлен Потом ты Еще к следующим Вот и все То есть Это автоматически Тебе переключает От одного желания К другому Ты автоматически Уже не думаешь О том что Ну Вот планшет Ты уже думаешь О телефоне Той же фильм Хотел сказать его вслух Хорошо что Вовремя оправился Дорогие друзья Вооружаемся ежедневниками Реклама Реклама В прямом эфире Радио 13 Вооружаемся ежедневниками Ставим галочки На каждые четыре дня Чтобы в обязательном порядке Загадать новые желания Но мы будем загадывать С вами и с Виталием Гиберто Сразу после музыкальной паузы Будет Будет Гости будут Будут Весело будет Естественно Будет Среда общения Версия 2.0 Каждую среду В 20.00 Мы вернулись В уютную студию Радио 13 Гостей Виталий Гиберт И у нас уже звоночек В эфир Алло Здравствуйте Алло 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 Ну Алло Не алло Видимо сейчас Звоночек Видимо сорвался Очень много вопросов Приходит Виталий Которые можно Общим месседжем Знаменовать Так На какую работу Мне лучше устроиться На кого лучше Пойти учиться С кем мне лучше Начать встречаться Ну и так далее И так далее И тому подобное Очень хороший вопрос И я Очень долго 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 Задавал С себя Ну Себе этот вопрос Да Когда я Был в начале пути Я очень много чего Перепробовал И я пришел К такому выводу Что Самое главное Самое главное Чтобы То чем ты занимаешься Была любовь Если ты что-то Искренне Искренне любишь То там Рано или поздно Появятся деньги Слава Все 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 Это Знаешь Это универсальный Источник энергии Который Как магнит Тянет к себе Все хорошее Поэтому я понял То что Когда ты занимаешься Чем-то с любовью Да Ты во-первых Счастлив В моменте Ты не работаешь В этот момент Ты просто Кайфуешь От того Что ты делаешь И туда просто Приходят деньги Если учеба То же самое Любимый человек Ну я и вообще Не представляю Как можно Без любви Жить с кем-то Ну вот мы Приводим Собственно Все к Древним философам Которые говорили Что выберите себе Работу по душе А вы ни одного дня В жизни не будете работать Ну так и есть На самом деле Поэтому дорогие друзья Ищите свой путь Внутри себя Опять Inside Правильно Да Ну тут не совсем так Именно Ищите то что вы любите Живите этим И просто Ваша жизнь Будет наполнена любовью Вот в ответе Слово деньги Было на первом месте Это потому что Для людей Для общества Слово деньги На первом месте И деньги Собственно Мы просто Говорили именно о работе Я сказал что Где есть счастье То есть В основном Просто люди К сожалению Идут на работу Зарабатывать Они себя насилуют Пусть я Ну я знаю Просто очень многих людей Которые в убеждениях Пусть я Буду не на любимой работе Да Но она мне приносит Стабильный доход Они живут своими Какими-то страхами Зато я буду На любимом отдыхе Я предлагаю Отдыхать Постоянно На своей работе Получать от нее удовольствие Вот я когда выхожу Что-то вещать людям Да Я настолько В этом потоке любви Радости Я даже не замечаю Как бежит время Да Я кайфую от этого Я наслаждаюсь этим Я отдыхаю Допустим У человека нет возможности Устроиться на ту работу На которую он хочет На которую он будет Действительно Возможность есть всегда На самом деле Вот Как их искать? А вот У многих людей Действительно Столь сильно ограничивающие Убеждения Которые говорят Все я не могу Вот этого Я не могу этого Вот в Москве был Момент на семинаре Да Кстати спасибо За приглашение на семинар В момент на семинаре Когда девушка Вообще не могла Воспринимать твои слова Потому что она Тебя не слышала Она кричала буквально Что ты не слышишь У меня нету Вот этого Человек находится В жесткой рамке И когда люди Именно в таких рамках Как им понять Увидеть Вообще Возможности Которых действительно Миллионы Ты знаешь Во-первых Когда человек в рамках Он состоит перед выбором Или выйти за них Или остаться в них И всегда важно Не насилием Вырвать его из этих рамок Да Предложить ему выход Вот я тебе могу Показать некий свет По которому пойдешь Если ты не готов идти Просто надо Уважать его выбор И пусть он останется В этих рамках Если человек все-таки Хочет выйти за рамки себя Тут самое главное Просто решить То что ты больше не веришь В обстоятельства Которые тебе мешают В твоей жизни Ты веришь в возможности Постоянные возможности Которые тебе дает Бог Вот я этим живу И у меня постоянно Миллионы возможностей Из которых я осознанно Выбираю ту или иную Кто-то верит в обстоятельства Которые им мешают Что-то реализовать И с ними и это случается У них просто Миллионы обстоятельств Вы говорите сами На чем концентрироваться И что получать Если концентрироваться На том Чтобы бороться С обстоятельствами Я правильно понимаю Что обстоятельства Будут только больше надвигаться Потому что энергию Само собой Метод концентрации энергии На чем концентрироваться То в нашей жизни Становится больше Поэтому бесполезно Бороться с наркоманией Алкоголизмом Нужно быть за здоровый Образ жизни Нужно не бороться С обстоятельствами Нужно поменять убеждения Я сказал о том Что нужно всего лишь Сменить свою веру На то Что верить в возможности А не в свои обстоятельства Вот и все Друзья Предлагаю вам И всем Кто слушает Перейти немножко К вопросам Вот Я думаю Что этот вопрос Действительно волнует Добрую половину Большую половину Если это тот вопрос То я думаю Всех Недобрый бан А задает Смелая Полина В скайпе Radio13.ru Возможно ли Каким-нибудь образом Привлечь Внимание Виталия Пожалуйста Задайте Мой вопрос Виталий Как привлечь Внимание Ваше внимание В метро В метро Я сейчас не езжу Кстати фишка Можно по дороге Бегать Надежда Чтобы пройти мимо Человек Приехавший Знает я себе На номерах Три шестерки На радио 13 К счастью Ну вот действительно Как вот Тебя встретил Уже Часть аудитории Собственно Собралась Около студии В момент того Как ты к нам пришел А вот если они не знают Куда ехать Сейчас только вопрос Чтоб тебя найти Как привлечь Твое внимание Вопрос в головах людей А что можно было Приехать на студию Чувствуешь Когда я задаю вопрос За полчаса до конца Да Мужчим идти На самом деле Дело в том Что Я очень часто бываю В каком бы городе Не был в кинотеатрах И всегда Чем проще человек Чем проще ему Подойти ко мне И просто поговорить Тем лучше Просто не нужно Как-то там Вытанцовывать Или еще Каким-то другим путем Обратить на себя внимание Просто подойдите И поговорите Я всегда открыт к общению Если у меня нет Недостаточно времени Или я с друзьями Я просто вежливо откажу Или как-то там В двух словах Перекинусь словами Не нужно делать Что-то феерическое Большая ошибка Многих девушек Что они пытаются Играть в хороших Играть в каких-то Прилежных девушек Я всегда вижу Этот обман Зачем? Будь сама собой И возможно Твои минусы Для меня окажутся плюсами Поэтому девушки Вооружаемся Секретом успеха Будьте сами собой В этом огромная-огромная сила Простоте И В общем Вот так Дорогие друзья В общем Будем слушать Хорошую Просто Наизамечательную Музыку На радио 13 Вот в тема Мне кажется Среда общения Среда общения Версия 2.0 Любимое шоу В новом формате Представляем вам мы Вера Вейс И Миша Кибер Среда общения 20.00 На радио 13 Дорогие друзья Вновь мы в эфире Радио 13 И вновь Мы задаем вопросы Виталию Виталий У нас звоночек Давай Алло Алло Привет Алло Здравствуйте Представьте Пожалуйста Как вас зовут Из какого города Вы нам звоните Меня зовут Оля Я звоню из города Москвы Недалеко Ольга Задавайте ваш вопрос Виталию Ну во-первых Хотела сказать Что я очень рада вас Слышите Видите Я звонила за вас Полтора часа Ура Мои мужчины Молодец Виталий Виталий Я была на вашем семинаре В Москве Вы говорили о том Что вы являетесь Примером для подражания Абсолютного Примером Абсолютного Счастливого человека Но насколько мне известно Ваше сердце свободно Вам это не нужно Чтобы быть абсолютно счастливым Ты знаешь Хороший вопрос Настоящее счастье Для меня Так же как Настоящая любовь Она безусловна Ты становишься Источником Счастья Любви Независимости Того что есть рядом Человек Есть Вообще Что-то рядом Есть что-то внешнее Понимаешь Счастье И любовь Она только внутри Настоящая Поэтому Меня просто Абсолютно не парит То что у меня нет Рядом Какого-то человека Когда Просто Те люди Кто хочет со мной Построить отношения Они верят в половинок А я верю В целых людей Понимаешь Я верю То что отношения Настоящие Гармоничные С любовью Могут быть Могут быть Только У целых людей Самодостаточных Независимости От того что Есть рядом человек Или нет Ты его все равно любишь Вот и все Поэтому Ай Ай Да что ж так Именно поэтому Я себе не моделирую Человека рядом Я просто Наслаждаюсь Свою жизнью Самой по себе Она сама по себе Уникальна Вот и все Вот Оля получила Ответ на свой вопрос Полтора часа Ждала А потом трубку бросила Виталий Хочется перейти Все знают тебя Как экстрасенсы Видя тебя По телевидению Ходят на твои семинары Расскажи Вот какой ты в жизни Вот например Как начинается День Виталия Гиберта Он начинается в обед Потому что я на самом деле Человек который живет ночью Мне очень нравится Жить ночью Все свои дела Решаю Ближе к вечеру И тому подобное То есть мой график Кардинально другой Ну в принципе Это тоже определенный Разрыв стереотипов Кто сказал что Чего мне говорят Нужно вот С утра вставать До вечера Когда проснулся Тогда и утро Да на самом деле Так и есть Всегда медитация Всегда настроен на позитив На радость То есть ты просыпаешься И тут же начинаешь Медитировать Да Ни чая Ни кофе Не ну периодически Чаек Нет ну то есть Это не завтрак точно Да возможно Это чаек Заварю себе Хорошего пуэра Наслажусь вкусом Ча Опять же для меня Чай Это не то что Меня бодрит Или расслабляет Это для меня Процесс медитации Я о чем-то Своем думаю Попиваю Что-то теплое Приятное Вот и все Это мне просто нравится Как медитативный процесс Вот Медитация Нащение радости Счастья В конце Каждой медитации Я наполняю Ту любовь Которая у меня есть Всему миру Прошу у Бога О том Чтобы люди Были более счастливые Радовались Улыбались Вот Потом еду Какие-то назначают Тут же планируют день Назначаю Какие-то встречи Почти каждый день Бываю Где-то в кино Несмотря Что-то в кинотеатрах Но стараюсь Ловим Виталия в кино Да Можно Вот В жизни Я на самом деле Те кто были у меня На семинарах Я такой же Я на самом деле Я раскрепощенный Я стебный Я веселый Я очень люблю ржать Со мной невозможно Сидеть и не улыбаться Люди обидчивые Со мной бесполезно Со мной общаться Потому что Я всегда Начинаю подтрунивать Забавляться Веселиться Это вот так вот Я очень простой То есть Те кто знают Подходят ко мне Фотографироваться Или еще что-то Всегда говорит о том Что Нет ощущения того Что ты звезда Потому что я считаю Что Это Когда человек Считает себя звездой Да Это Он свое эго Раздувает И То что заставляет Настрадать Это только наше эго А я все-таки Иду другим путем И путем Простоты Любви Счастья И поэтому Виталий Есть ли у тебя в быту Какие-нибудь такие пунктики Вот знаешь Например Должны обязательно Коробочки чая В определенном порядке стоят Либо там Вот у меня например В быту обязательно Полочки должны быть Все закрыты Иначе у меня начинает Вот что-то Есть какие-то такие вот фишечки Да У меня есть фишечка У меня дома хаос И меня все устраивает Творчески Да И всегда вот так там Териодически Уборка происходит Ну Нет Меня это ничего не парит У меня есть одна фишка Я каждый раз Когда выхожу из дома Я смотрю очень пристально В зеркало И опять же Такая некая медитация Через зеркало Связь со своим подсознанием И настрой на то Что весь день удачлив С любовью Столько позитивные люди Всем всего хорошего Есть ли это толик Нарциссизм Знаешь Вот в зеркало Смотреть и настраивать себя Так я не люблю Собой Не говорю Какой ты красивый Я люблю Эту тему Я смотрю себе Пристально в глаза И я Даже своих контуров Не замечаю Я полностью погружаюсь В подсознание свое И даю некий настрой На то Что все получится Все классно Вся жизнь Замечательная Вот и все Это для этого А сегодня Перед выходом Настроивался На самом деле Это было Очень быстро Мне надо было Заехать за машинку В сервис И к вам В зеркало заднего вида Ну так я Это делаю Постоянно За рулем Все что на самом деле Чем бы я ни занимался Ем Общаюсь с кем-то Я всегда В этот момент Веду Некий внутренний диалог Со своим внутренним существом Внутренним богом Я всегда При этом Если даже внешне Я якобы Просто делаю Обычные дела Внутренние я всегда Или Кого-то чищу Или сам с собой Работаю при этом Осознаю какие-то процессы А, Виталий Вот ты говоришь Кого-то чищу Но, насколько известно Ты не ведешь лично Прямо Это какие-то просто Близкие люди Которым ты хочешь помочь Нет Это всегда просто Процесс общения происходит Я просто наполняю человека Своей любовью Которая его гармонизирует Приводит в хорошее настроение Вот и все В следующую среду Обязательно расскажем Насколько мы были гармонизированы Мы сможем только утром оценить Да, вот Такую четкую разницу Ну, смотря куда вы пойдете ночью Нормально А у меня вот такой вопрос А сейчас Так как это стало популярным Да, тебя девушки видели по телевизору И они там Многие в тебя влюбились Ты чувствуешь их любовь? Мне кажется Многие это Какое-то слабое слово Да, вот Множество Более четко описывают Тут знаешь, что я чувствую В принципе, почему это происходит Очень многих показывают По телевизору И не ко всем чувствуют Эти ощущения Вся фишка в том, что я искренне верю Что мы все взаимосвязаны Просто когда я искренне отдаю свою любовь Миру и людям Просто люди это чувствуют И они просто Ну, делают это в обратку Вот и все Это по этому принципу А вот Как происходит на семинаре На семинаре некий обмен Либо ты даешь больше, чем аудитория Знаешь, всегда некий обмен Больше-меньше Но Это Знаешь, я отдаюсь полностью Я так тебе скажу Чувствуешь ли ты себя выжатым Тогда после семинара? Нет, нет После семинара я чувствую себя очень хорошо Я полон сил, энергии Позитива, радости Потому что В тот момент, когда я веду семинар Я становлюсь в полой трубке Гипертолика как такого не существует Я становлюсь проводником Да Некой любви в этот мир Неких знаний в этот мир И я периодически даже не всегда помню О чем я говорил Потому что Невозможно онлайн ответить на вопросы людей Да Это именно важно делать в потоке Окей Твой семинар в принципе проходит Как большое количество вопросов к тебе Да У меня такой возник вопрос Народу много Успеваешь ли ты ответить на все вопросы? Ну ты знаешь Само собой нет Потому что Приходит на семинары Очень большое количество людей Да Но вопросы очень много похожи И тот тот человек тесно готов получить какой-то ответ Да Он может из-за похожего вопроса Или даже из другой Как я обучался Да Вопрос может быть вообще из другой сферы Но ты из него выжми что-то для себя Знаешь Есть хорошая фраза Которую я привожу на семинарах Мудрый Словах глупца найдет мудрость Глупый Словах мудреца найдет глупость Вот такой вот фразеологизм Быстренько все записали Запомнили Просто если вы глубоко всушитесь в эту фразу Вы поймете, что все, все, все Что вас окружает Это дает опыт И вопрос Как вы выжимаете из этого опыта Знания для самого себя Вот и все Кто-то подходит к этому поверхностно И ничего абсолютно Да Даже из самых глубинных вещей не понимает А кто-то даже из поверхностного Выжимает полностью все И доходит до глубины этого Друзья Выжимайте все возможное Из всего возможного Ну, например, под композицию Марселя «Туда где» Слушайте на Радио 13 Вторник, среда и четверг С 9 до 11 Утро со звуком Эксклюзив Очередной эксклюзивчик на Радио 13 Живое исполнение А как же я? Три нотки, да, и все Как не прет так Особенно с утречка настроение Разбудитель Запишите Костя звук Я так и знала Что это в роботе А также Гороскоп Киновести Шоу Ньюз Утромикс Все это И еще много веселого И интересного В утреннем шоу С Костиком Звуком И его командой Вторник, среда и четверг С 9 до 11 На Радио 13 Не проспи Главное Это утро Яблочное варенье Институт самоискушения Хорошее настроение Среда общения Среда общения Версия 2.0 Дорогие друзья Остается совсем мало времени Вот у нас еще один вопросик Спрашивают В ICQ Планируешь ли ты Набирать учеников Хороший вопрос Те люди Которые приходят На семинар Это так или иначе Обучение Все начинается С мысли С философии О том Как надо жить Туда дальше Мы планируем Делать выездные семинары Более глубокими практиками Это будет Где-то на Байкале И потом мы хотим Еще один Сделать где-нибудь На островах Может быть Иоланд Где будет Намного меньше людей И там будет Погружение полностью В практику Дня на 4-5 Это будет уже Совсем по-другому Но самая Цель Не привязываться Ко мне как к учителю Цель Получать некие знания И копать все-таки в себя Вот в чем вопрос Ну по сути Кто захочет Тот и станет Учеником Ну как бы Не знаю Как правильно Сформулировать Ну не суть Тот кто понял Тот понял Вопрос от твоих поклонниц В силу того Что остается времени Совсем мало Выбрала такой вот Тот на который Мы еще не успели Ответить Вопросы в читак От Дарьи Если бы ты стал президентом Что бы ты сделал В первую очередь С любовью Какой выброс Было бы наверное Много-много-много Указов Связанных С любовью Например Ну сейчас Давай прям Законодательство Конституции Российской Федерации Поменяем Ты знаешь Стоподово Были бы какие-нибудь Еженедельные Вечера Влюбленностей Стоподово Преподносилась бы Информация Совершенно по-другому Совершенно Именно с любовью С желанием Донести Искренне С желанием Быстрее бы Отвязались бы От меня Дармоеды А именно С любовью Подойти И я бы Все-таки Ввел Курсы Курсы По медитациям По молитвам В каждый класс Опять же Не принудительно А Свободное посещение Чтобы люди были При этом Счастливы и свободны Тот Кому это интересно Развивать какие-то Свои способности Интуицию Я бы вел это в школе Это реально классно Это в жизни Очень применимо И помогает А молитвы Привязаны к религии? Нет Совершенно нет Какая разница Любая молитва Это Главное Делать это искренне Если ты даже Какую-то заученную молитву Делаешь именно из головы Она не работает Если ты погружаешься В сердце Искренне Ее проносишь Через сердце Она работает И если даже Ты просто придумал молитву Да Именно Просто обращение К внутреннему существу К внутреннему богу Да Искренне От сердца ты это сказал Это намного действеннее Чем ты заученную Из головы сделал Слушай У нас вот традиционный Такой вопрос Бывают ли какие-то Гурьезы Смешные ситуации Случай На гастролях В твоем случае Это во время Путешествия По нашей необъятной родине В целях Просветления народа На своих семинарах Хороший вопрос И по-моему Мы были вот В этот тур По-моему Был город Киров Или Нижний Новгород В общем не суть Да Какой из городов Это был Но Я пошел В середине семинара Выйти на минутку По благим делам Меня встречает За кулисами Пьяный мужичок Лет 45 И говорит Прямо во время семинара Это не после Да Это во время семинара Я просто пошел На первый Быстренько Да Он меня встречает И Из разряда Начинает Пытаться хамить И говорит Может быть Давай подеремся А я просто Ну то есть Можно было Повести разными путями себя Да Можно было Побить человека Унизить Еще что-то Испугаться Да Убежать Еще что-то Вместо этого Я просто Искренне Просто пожелал Человеку всего хорошего Я его обнял И Когда Там Со мной был организатор Да Он в этот момент Приезжал за охраной Когда он вернулся Мужичок У него стоял С улыбкой И Ну Мы просто разговаривали На самом деле Человеку Просто не хватало внимания И он пришел За автографом Таким образом Как он попал В столь Странном состоянии Алкогольного опьянения К тебе за кулисы Ты знаешь Это загадка Но Для меня Это всего лишь был Урок И повод Понять Что То существо Которое есть внутри меня Оно Не боится Оно просто Все равно Готово любить Людей В любых его проявлениях Для меня это был просто урок И Самому себе Я просто это понял И Просто такой Очень милый Ну реально милый мужичок Мы с интерпретируем Этот урок дорогие Поклонницы Гибертянки Поклонницы Виталия Гиберта Вот прорывайте За кулисы Будете их обнимать Да Ксения нам написала Господи Мой муж только что Сказал фразу философа А потом ведущая Слово-слово повторила Мистика Почему? Да Виталий Гиберт Улияет И все происходит На студии Мистическим образом Виталий Остается совсем мало времени Скажи пожалуйста Что бы ты хотел пожелать Нашим Дорогим Горячо любимым Радиослуштарям Я хочу пожелать Каждому из вас Самое главное Это Понять Что вся ваша жизнь Это результат Ваших мыслей И действий в прошлом Осознанно управляйте Своими мыслями Создавайте свою жизнь Так как вы ее хотите Так как вы ее видите Позволяйте своим мечтам Сбываться С любовью С радостью К самим себе И к миру Просто любите друг друга И будьте счастливы Всего вам хорошего Дорогие друзья Вот собственно И подходит к концу Наш эфира Виталий Как тебе понравилось? Как два часа Пролетели? Ты знаешь Когда я приехал только сюда У меня не было такого Большого опыта В радиоэфире Я думал Блин как это Целых два часа Чем-то говорить И на самом деле Это по ощущениям Пробежало буквально За пяти минутку Приятное общение Позитивные ведущие За это Хорошие вопросы И все на самом деле Очень классно С Божьей помощи Спасибо Виталий Что пустил наш студию Действительно очень ценно Дорогие друзья Мы прощаемся с вами До следующей недели Мы увидимся с вами уже В следующую среду Все в то же время 20.00 Слушайте радио 13 И среду общения А с вами была Вера Вейс И Миша Кипер И Киперт Виталик Счастья вам Пока-пока Пока Улетное вдохновение Перевод совокупления Сексуальное настроение Среда общения Среда общения Е Каждую среду В 20.00